Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава второго послания к Коринфянам в рамках библейского проекта «Экзегет». И я читаю с краткими комментариями свой собственный перевод. Первые три главы посвящены в основном выяснению отношений между Павлом и Коринфянами, и Коринфской общиной, которая возникла при его непосредственном участии по результатам его проповеди. Ну, а в конце третьей он подходит к богословской уже проблематике и рассказывает, он очень любит это делать, и здесь тоже это делает, разница между Ветхим Заветом и иудеизмом, который не принимает Христа, и новозаветной христианской церковью. Он, в частности, берет образ из книги «Исход», где говорится о том, что Моисей, вернувшись с горы, где у него была встреча с Богом, откуда он приносит заповеди, он возвращается с сияющим лицом, и это сияние настолько мощное, что он носит покрывало, чтобы его не видели это сияние израильтяне, не могут на него смотреть. И потом это сияние постепенно проходит. И вот Павел сравнивает это сияние с самим Ветхим Заветом, который постепенно тускнеет, который как-то уходит, сменяясь новым заветом, той сияющей славой, которая уже не затмевается. Четвертая глава делает из этого выводы. Мы преображаемся от славы к славе, говорит он в конце третьей, и это от Господа, и он дух. Четвертое. «Так что мы не унываем, нам по милости Божьей дано столь великое служение». Ну, он начинает это послание с «утешение, утешение, утешать, утешение, утешительное» и так далее. Что-то все-таки в коренской общине идет не так, и внутренние проблемы есть, как мы читали. Видимо, внешнее давление, преследование, гонение. «Но мы не унываем, нам дано столь великое служение, у нас вот такой огромный дар. Мы отвергли то, что пришлось бы со стыдом скрывать. Мы не прибегаем к хитрости и не извращаем Слово Божьего, «Но открывая истину, представляем себя пред Богом суду совести всякого человека». Каждому человеку приходится что-то скрывать. Ну, в конце концов, мы одежду носим, не показываем себя в голом виде. Но Павел говорит о скрытии чего-то со стыдом. Вот в жизни, наверное, тоже не всем готовы делиться, не всем, что у нас есть. Но Павел очень счастливый в этом смысле человек. Наверное, мало таких людей, у которых в жизни нет ничего стыдного, которым скрывать нечего. И Павел говорит здесь, вот он живет так, что ему скрывать-то нечего. Он весь на ладони. «Мы не прибегаем к хитрости и не извращаем Слово Божие, но, открывая истину, представляем себя пред Богом суду совести всякого человека». Пожалуйста, смотрите, приходите, разбирайтесь, нет никаких тайн перед Богом. Так что он это тоже видит. Но и совесть каждого человека, для Павла очень важное понятие, он много говорит о совести, как о втором законе. Потому что закон был у иудеев, но совесть есть у каждого человека, даже у маленьких детей. Есть представление о том, что там плохо, скажем, драться, плохо жадничать. Они иногда это делают, но они, в общем, сами не очень это одобряют в других, да и в себя, пожалуй, тоже. Вот. И, соответственно, суд совести – это такая очень важная вещь, которая для Павла абсолютно значима, даже если это человек, допустим, неверующий. Ну, что же это значит, что христианство полностью открыто, и все всем понятно? Если же наше Евангелие и остается под покрывалом, это покрывало только для погибающих. Помните, в прошлой главе он говорил, что как лицо Моисея было покрыто покрывалом для того, чтобы сияние не ослепляло, не отталкивало от него израильтян, так и до сих пор подлинное значение Ветхого Завета, говорит он, скрыто от иудеев. Они не понимают его до конца. Так и Евангелие, оказывается, от кого-то скрыто для погибающих, для тех людей, которые погибают. Кто для этого мира Бог, тот и ослепил разум неверных, чтобы не высиял для них свет славного Евангелия Христа, образа Божьего. Кто для этого мира Бог? Ну, видимо, имеется в виду сатана, хотя у язычников в этом мире было много богов, в том числе император, римский император себя ощущал богом и официально так и именовался. И, соответственно, вот этот бог этого мира, ну, вряд ли здесь имеется в виду император, скорее все-таки сатана, ослепляет разум неверных и не дает им возможности увидеть это сияние, как покрывало лежавшее на лице Моисея, не давало им увидеть то сияние. И дальше он вновь переходит к себе, и уже после этого длинного богословского отступления не то, что рекомендует себя. Он говорил уже в предыдущей главе, что рекомендательные письма ему не нужны ни от Коринфян, ни к Коринфянам, что сама Коринфская община, его рекомендательное письмо, он может на них сослаться и сказать, вот община, которая возникла по моей проповеди, которую я выпистывал. Но все равно он продолжает это рассказывать Коринфянам, чтобы, наверное, объяснить им свое место в этом, даже не в их церкви, не в их общине, но вот в этом замысле спасения. Ведь мы проповедуем не самих себя, а Господа Иисуса Христа. Сами же мы, благодаря Иисусу, ваши рабы. Ничего так, да? Основатель общины себя называет ее рабом. Кокетство? Такое самоуничижение? Ну, я-то тут никто вообще-то, я ваш раб? Да нет, ведь он говорит о том, что он служитель. Он говорит о том, что он исполняет, не просто исполняет волю Бога, это много кто о себе говорил, но что он инструмент в руках Бога. А действует и только Бог. А раб – это кто? Это тот, кто служит Господину, тот, кто делает все для него. Вот он делает все для коринфской общины. Мы, благодаря Иисусу, ваши рабы, Бог, некогда сказавший, из тьмы высияет свет, Он просветил наши сердца светом познания Божьей славы в лице Иисуса Христа. Ну, вот здесь сотворение мира, и вот это самое обращение людей ко Христу сравнивается между собой, и, соответственно, Павел себя видит из своих спутников, ну, как инструмент, как работников, как сотрудников, как тех, кто дает возможность этому состояться. И дальше очень интересное выражение. Вот какое сокровище хранится в наших глиняных сосудах. Глиняные сосуды – это, по-видимому, тела. Ну, глина – хрупкий материал, да, то, что сегодня покупается в каких-нибудь дешевых магазинах, вроде Икеи, разбилась, ничего страшного, купим еще. Это недорого стоит. И в этих глиняных сосудах копеечных в них хранятся некоторые сокровища – величайшая сила от Бога, а не от нас самих. То, что действует в этом мире, и то, что не позволяет самому сосуду приписать себе это качество, если бриллиантов насыпать в этот икейский стаканчик, вряд ли от этого стаканчика икейский станет стоить дорого, но он будет вмещать нечто драгоценное. И дальше он из этого неожиданно переходит. И помните в самом начале послания про утешение он говорит, и про страдания, которые довелось ему испытать. И он от этого сразу к этому и переходит. Мы – глиняные сосуды, нас легко разбить, мы ничего не стоим, но в нас сокровища. Это величайшая сила от Бога, а не от нас самих. Отовсюду мы стеснены, но не сломлены. Мы в нужде, но не в отчаянии. В гонениях не оставлены, в унижениях не погибли. Вот, смотрите, да, человека можно стеснить, его можно там связать, избить, бросить куда-то, но сломать человека можно только, если он сам изнутри ломается. Мы в нужде, но не в отчаянии. И опять-таки, бывает так, что ну совсем не хватает там ни денег, ни сил, ни времени, но отчаяние – это уже внутреннее решение. В гонениях не оставлены, в унижениях не погибли. Вот то внутреннее содержание, то сокровище, которое он в себе носит, даёт силы не просто всё это перетерпеть, но даёт какое-то принципиально другое внутреннее содержание, даёт то, что наполняет жизнь. И в унижениях человек не погибает, а в гонениях не чувствует себя одиноким. Постоянно, где бы мы ни были, в нашем теле умирает Иисус, чтобы и жизнь Иисуса проявилась в нашем теле. Вот потом из этого вырастет очень мощное богословие, будут говорить человек и Бог, они в таком сложном взаимодействии. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это не новозаветное выражение, но, мне кажется, Павел примерно об этом говорит, что христиане, те, в чьём теле умирает Иисус, когда их избивают, когда их казнят, чтобы и жизнь Иисуса проявилась в нашем теле. То есть соединяются с Иисусом и в его смерти, и в его жизни, и идут примерно по тому же пути, но не просто как повторение его опыта, а именно как присоединение к нему. Ещё раз, постоянно, где бы мы ни были, в нашем теле умирает Иисус, чтобы и жизнь Иисуса проявилась в нашем теле. Нас живьём постоянно предаёт на смерть ради Иисуса, но так и жизнь Иисуса проявится в смертной нашей плоти. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Он обращается к Коринфянам и говорит, мы умираем. Мы, имея в виду себя и своих спутников, тех, кто основал эту общину, а вы живёте. И мы умираем ради того, чтобы вы жили. И при этом, естественно, всё это такое общее соединение с драмой, с драмой смерти и воскресения Христа, когда и смерть и жизнь присутствуют. И вот в чём, собственно, смысл евангельской проповеди, которую несёт Павел и его спутники по всему миру. А ровно в том, что они готовы умереть, они, собственно, и умирают вот в этих всех трудностях, опасностях. Он говорил в провинции Асия, в Ефесе, мы чувствовали себя приговорёнными к смерти. Уже были готовы умереть. Ровно для того, чтобы кто-то другой ожил. Ну и, конечно, это не для того, чтобы противопоставить. Мы-то там крутые умираем, а вы там... А, вы живёте, ничего страшного. Дальше, всякий раз, когда он только намечает это разделение, чтобы они не ушли в это разделение и сказали, ну, мы и вы, да, разное всё, он тут же даёт некое соединение. У нас один и тот же дух веры, как и написано, «Я веровал и потому говорил», это, безусловно, некая цитата из Псалма. «И мы веруем и потому говорим, зная, кто воскресил Господа Иисуса, и нас вместе с вами воскресит с Иисусом и поставит пред собой». То есть это временное состояние умирания или жизни, потом оно изменится, и всё приходит к одной цели, к этому общему воскресению тех, кто сейчас в Каринфе, ради кого Павел живёт, и самого Павла со своими спутниками, которые могут в любой момент погибнуть. Конец общий, да, и конец радостный. «Всё это совершается ради вас, чтобы благодать принимали всё больше людей и множили благодарность во славу Божию». А вот смысл этой самой христианской проповеди, чтобы всё больше людей принимали Божью благодать и благодарили, прославляли Бога. Так что мы не унываем. Если внешнее наше естество подвержено тлению, да, ну, посмотрите на меня, я не такой, как 20 лет, я был гораздо красивее. Внешнее наше естество подвержено тлению, то внутреннее обновляется изо дня в день, а внутри всё молодее, если действительно есть это, внутренняя жизнь. «Нынешние наши малые скорби ведут нас ко всё большему величию вечной славы, и созрицаем мы не что заметно, а что незримо. Заметное временное, незримое вечно». Вот это противопоставление видимого и невидимого, заметного и незримого, оно очень характерно для Павла, и он сравнивает всё время и Ветхий Завет, заметный, временный, материальный, с Новым Заветом, который говорит о вещах вечных, невидимых, незримых, и, конечно, превосходство за вторым. Ну, а главное, что ради второго временным, первым-то можно немножко и поступиться, можно и потерпеть, если что-то идёт совсем не так, включая ситуацию, когда мы в нужде, в гонениях, в унижениях, но мы не в отчаянии, мы не оставлены, мы не погибли.